22 человека ранены в результате столкновения автобуса с фурой. Авария произошла в Ленинградской области. В клинике Петербурга вертолётами доставили 10 пассажиров. Два человека в крайне тяжёлом состоянии остаются в районной больнице Выборга. Следователи сейчас выясняют обстоятельства ДТП. Подробности в репортаже Дмитрия Зайцева. В полдесятого утра многие пассажиры туристического автобуса, выехавшего из Санкт-Петербурга, финский городок Котка, ещё спали. Как вдруг от сильного удара посыпали стёкла и вывернуло кресло. Водитель автобуса впереди увидел легковое Рено, которое занесло на, скорее всего, скользкой трассе. Он предпринял все меры, чтобы не совершить столкновения с ней. И в результате чего его сома развернуло, и он выкатился на встречную полосу, где ехала фура. Легковушка чудом не задела встречный грузовик. Водитель отделался лишь парой царапин. Дорога очень скользкая, покрытие не обработано. Эту дорогу проходил очень много раз. Это знакомая трасса. И дальше машина просто перестает слушаться руля. Начинает раскачиваться как маятник. Всё сильнее и сильнее. Удар пришёлся в заднюю часть автобуса. Кабину грузовика полностью смяло. Чтобы достать водителя, спасателям пришлось применять спецтехнику. Как вытаскивали из разрушенного салона, Никита Волков не помнит. Он вместе с женой ехал на выходные в соседнюю Финляндию. Хотели купить билет на поезд, но автобусом оказалось дешевле. Супруга сейчас в реанимации. У Никиты лишь задет висок. Видел, как едет на нас белая фура с Кани. Единственное, что я успел, это повернуться в сторону своей жены. И дальше был удар, треск. Всего в автобусе ехали 37 человек. Все взрослые, за исключением одного 15-летнего подростка. В результате ДТП пострадали 22 человека. Карету скорой помощи доставляли раненых в районную больницу соседнего Выборга. Семью бригады и машин скорой помощи были доставлены в травмоцентр 2-го уровня Выборгскую межрайонную больницу. 8 пациентов были немедленно доставлены в противошокое операционное отделение. И им были выполнены операции различной степени сложности. 5 вертолетов МЧС и областной администрации отправили сегодня в больницы Санкт-Петербурга 10 пострадавших в ДТП. Двое пассажиров остаются в крайне тяжелом состоянии. Их будут оперировать прямо в районной больнице. Оба без сознания. Это 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Он как раз и был за рулем фуры. По мнению следователей, водитель грузовика вовремя начал процесс торможения. И удар оказался намного слабее, чем мог бы быть. Поэтому жертв удалось избежать. Между тем, прокуратура уже начала проверку компании-перевозчика, которая выпустила автобус в рейс. В ближайшее время следствие должно установить точную причину этой аварии. Дмитрий Зайцев, Алексей Карипанов, Лариса Никитина и Владислав Пасечко. Первый канал Ленинградской области. Продолжение следует...